Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Лукомский, я являюсь членом инициативной группы Светланы Тихановской. Хочу вам рассказать свою историю преследования за акцию в поддержку Сергея Тихановского. 7 мая я участвовал в акции в поддержку Сергея Тихановского, где был жесткий хапун ОМОНа, многих задержали, меня не задержали, мне удалось сбежать. После чего на следующий день начались какие-то непонятные вещи. Ночью в районе 11 часов на адрес, где я прописан к моей бабушке, приехали люди в штатском, не представляясь, хотели выяснить, где я. Точнее они рассчитывали на то, что я там и хотели меня забрать. После этого та же самая история была на адресе моей матери и продолжалась вся эта жесть до 21 числа. 21 числа я сам приехал в РОВД и меня посадили на 15 суток, где я сидел в одиночной камере. Все 15 суток. В процессе всего этого преследования каждый день кошмарили мою мать, кошмарили мою бабушку. Похитили мою девушку один раз с работы, ее там удерживали 3 часа, ей там угрожали, заставляли лжесвидетельствовать против меня. Пытались меня дискредитировать, угрожали ей, что ее там изнасилуют, пустят по кругу в силу отдела. Угрожали, что мне подкинут что-то и вообще ее посадят. Меня же тем временем заставили ее позвонить с ее телефона и шантажировали тем, что она у нас и, мол, ты должен приехать, она здесь не должна сидеть. И все в этом духе. То есть все вот как раз как в 90-е. Родителей пугали, что пускай он сам приедет, а то мы ему что-нибудь там и подкинем, и всякое может случиться, и прочее. И десятая. Вообще, как бы, история очень интересная, долгая. Если вам будет интересно, можете как-то написать, наверное, в комментарии или куда. Я могу записать более длинный ролик, в котором объясню все более подробно. Меня еще уволили с работы. Менты кичили с тем, что его уволят с работы, поскольку они наведались ко мне на работу. На работе меня пытались уволить задним числом. Много было всяких фальсификаций. У меня есть аудиозапись, они еще об этом до сих пор, наверное, не знают. Где они меня заставляли написать задним числом на свой счет. Где они рассказывали, как распределили мои деньги, которые мне начислили зарплату. Среди других работников, только потому, что я якобы уже не был на работе. И много-много интересного. Ну, и как бы, в дальнейшем, в принципе, преследования немножко продолжались. Сейчас вроде было тихо. Сейчас опять что-то началось. В общем, вот так и живем. В Беларуси, видите. То есть, э, и, кстати, что хотел заметить. Что все вот эти действия происходили незаконным методом. И это вместо того, чтобы прислать просто мне, раз меня хотели, если я нарушил действительно какой-то закон. Если действительно меня есть за что как бы осудить. И наказать там штрафами, либо сутками. То почему не могли мне прислать повестку. Почему мне не могли предъявить какие-то официальные документы. А просто приезжали и кошмарили мою семью. Просто хотели меня похитить. В тот момент похищали очень многих. Да и сейчас это происходит. Для нас-то уже, белорусов, такая обыденность. Мы уже к этому настолько привыкли. Это уже каждый день там кого-то забрали. Того посадили. Этому уголовку шьет. И все на фоне политических вот этих мотивов. Да, то есть как бы это уже для нас обыденность, к сожалению. Вот. И это вот такие ресурсы за вот наши налоги. Да, надо было задействовать, чтобы вот меня это две недели. На всех адресах были наружные наблюдения. Вот эти постоянные кошмары. Да, вот всей моей семьи. Кошмары меня. То есть там целые погони за мной были. Это просто, я же говорю, там если рассказывать, то надо писать отдельный ролик. Поэтому вот как-то так и живем. Но мы не сдаемся. Потому что белорусы я все-таки рассчитываю на то, что крепкий народ. Слава богу, есть большая солидарность среди белорусов. Живи, Беларусь! И удачи нам в нашем нелегком деле. Беларусь! Беларусь! Беларусь!